И даже самые незначительные признаки улучшения, потому что иначе можно сойти с ума. И политики ведь знают, что в долгосрочной перспективе образ друга работает лучше, чем образ врага. Да, политика искусства возможного, и нужно очень четко считывать, где дружба, а где просто рычаг в борьбе. Очаровываться не нужно, всегда нужно дать шанс, это отрезвляет. Вот посмотрите, вдруг Порошенко и Зеленский перед вторым туром заговорили на одном языке, причем на русском. Они понимают, невозможно дальше давить на педаль агрессора из Москвы. Принимают как данность на Украине, говорят не только на мове. Зеленский так и определяет, мова говорящая и русскоязычная, всем найдется место под украинским солнцем. И Порошенко признает, в ссоре с Польшей и Венгрией вижу не только руку Москвы, а частично и мою внутреннюю политику. Он явно о законе об образовании, который запрещает неукраинские языки. Он явно решил сделать маленький шажок наружу из круга национализма. Стало это большим шагом для всех его соратников? Пока нет. Потому что главу союза венгров Румынии в Киев не пустили. Турчинов повторяет, Россия готовится к полномасштабной войне и Украина будет ее плацдармом. Советники объявляют, у нас есть ракеты, которые долетят до Севастополя. Киев снова расширил против нас санкции. Не пустят к себе нашу стеклотару, пружины для грузовых вагонов и формалин. Климкин благодарит Эстонию, что она не пустила парусник Седов с крымскими курсантами в свои воды. Это ее вклад в борьбу с агрессором. Причем этот парусник Седов, абсолютно безобидный корабль, всегда попадает во все перипетии. Его ведь уже арестовывали во Франции по иску компании Нога к Кремлю. Сегодня он снова в центре политического шторма. И Порошенко, и Зеленский понимают, время безоговорочной поддержки на исходе надо нормализовать ситуацию. Но ведь тон, который задан в отношении нас, уже стал такой обыденностью, что и между собой перед выборами они общаются точно так же, на высокой ноте. Андрей Стиняхин в Киеве пытался понять, а те, кто пойдет голосовать, эти ноты готовы слушать? Ведь постоянные удары по нервам притупляют реакцию, и тогда начинают слышать то, что кандидаты по-настоящему имеют в виду. Этот перемонтированный финал официального ролика, в котором кандидатов президента Украины сбивает грузовик, в штабе Зеленского восприняли как реальную угрозу. Кандидату усилили охрану, а полиция возбудила уголовное дело. Но несмотря на это, уже на следующий день появился еще один ролик, но уже с другим финалом. С ним все в порядке, он под кайфом. Ой, я не могу, я влез в программу, но давайте-ка еще раз посмотрим вот этот вот наркозависимый, про наркозависимость Зеленского. Уголовное дело. Но несмотря на это, уже на следующий день появился еще один ролик, но уже с другим финалом. С ним все в порядке, он под кайфом. Ааа, нюхнули. И еще раз можно вот этот вот ролик посмотреть, где я Зеленский под кайфом. Ааа, вот с этого ролика российской, конечно же, российской пропагандой я угораю. Ну что ж, давайте начнем. Влез в программу «Итоги недели» с Ирадой Зиналовой, да, потому что не про нее, но про НТВ. И есть материал у меня на сегодня. И вообще 21 апреля, да, вновь решается судьба Украины. Если победит вот этот человек Зеленский, то это будет противопоставление молодости, пусть даже и, пардон, под кайфом, против дряхлеющей власти Кремля. С одной стороны, молодость, энергичность, с другой стороны, дряхлость, в первую очередь умов, а во вторую очередь и дел. Итак, ну давайте вернемся же к формату аналитической передачи. Суд в Лондоне арестовал основателя Викиликс Джулиана Санджа до 20 июня. В Тюмени во время спецоперации ликвидировали боевиков, планирующих теракты в людных местах. Золотые парашюты и обслуга, что положено губернатора после отставки в России. Какая же у них пенсия? Журналисты аргументы и фактов раскопали. В Госдуме прокомментировали скандал вокруг концерта Аллы Пугачевой, ведь на этой неделе ей исполнилось, скажу сколько, 70 лет. В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины в программе «Место встречи». Ну и так, да, с Ассанджа, с Ассанджа начинаем. Это свершилось. Суд в Лондоне арестовал додвину основателя Викиликс Джулиана Ассанджа. Сразу после того, как власти Эквадора отказали Джулиану Ассанджу в статусе политического беженства. В своем посольстве в Лондоне официально причиной этого стало то, что, как сказал президент Эквадора Ленин Морена, Джулиан бегал по всему посольству, отключал камеры видеонаблюдения и снаружи, и внутри посольства. А также собирал дипломатическую информацию, то есть входил в те кабинеты посольства, в которые нельзя ему было входить, где установлена спецсвязь и специальная аппаратура. Ясно делать, что это всего лишь отговорки Ленина Морена. Также ясно, что за это Ленину проплатили американцы. Голова Ассанджа нужна трампу на блюдечке, ведь стартовала президентская кампания в США. Однако не стоит думать, что Ассанджа прессуют исключительно за интернет-разоблачения. Да, в том числе и за это, но в первую очередь его взяли как шпиона, или, по крайней мере, агента влияния Китая и России на западные умы. Ведь ничего разоблачительного про Китай и Россию на сайте Викиликс не было и быть не могло. Я ни на что не поверю, что ему инфу скидывал один только трансгендер, этот Брэдли, сейчас Чарли Беннин, про преступления США в Ираке и в Афгане. Тем более Брэдли Мэннинг никогда не служил в Афганистане, лишь служил в Ираке. Тем более, что Ассандж публиковал дипломатическую переписку США, а чтобы взломать коды шифрования дипломатических средств связи, технический уровень должен быть, как у китайской разведки. А наглости должно хватить, как у русской разведки, как у Петрова и Баширова. Это с одной стороны, но с другой стороны Ассандж, при том, что работал на русско-китайскую разведку, не был кадровиком ее. Ибо он сам себя загнал в угол, в посольство Эквадора, где вынужден был сидеть целых 7 лет и не иметь возможности выйти на улицу. Если бы был кадровик российской или же китайской разведки, он бы в грузовике с двойным дном давно бы уже сбежал. Но если бы до кабы у Зеленского припрятаны новые грибы, так сказать, для избирательной кампании. Итак, могли бы российские гебисты провести операцию, чтобы выкрасть Ассанджа, пророссийского агента из Британии, и переправить его на безопасное место, не обязательно на территорию Российской Федерации, но, например, на авиабазу Хмимим в Сирии. Могли бы, но российским кровавым гебистам гораздо более интересно в Британии охотиться за скрипалем и троить всех полунием, чем освобождать человека от добровольного плена. Я явно пророссийских и анти... человека явно пророссийских и антиамериканских взглядов. Почему же так? Ну, наверное, потому что, учитывая скандал в Солсбери и Эмсбери, российская гебня потеряла профессионализм. У нее, скажем так, теперь интерес не помогать антиамериканистам, как это было в советское время, а ехать на задание ради того, чтобы побывать в красивом бутике, например, лондонским, и купить духи Нина Ричи. Понятно тоже, на какой случай я намекаю. Это, во-первых. А во-вторых, сдача, фактическая сдача Ассанжа властям США позволяет Трампу спокойно, без всяких там прокуроров Робертов Нюллеров, с имбичментом от Конгресса, готовиться к новой схватке и, скорее всего, вновь с Хиллари Клинтон за трон США. И в этой связи Путин отдал пешку в виде Ассанжа демократам, условным либералам и продемократическим силам США, чтобы настоящий король агентуры России с позывным рыжек продолжал работать в Белом доме вплоть до 2024 года и успешно пережил новые выборы в 2020 году, которые должны состояться президентские в США. Джулиану Ассанжу жаль, но жизни есть жизнь. Жизнь это вам не шпионский боевик. Здесь все покупается и продается в первую очередь по злой воле Кремля. Ну и, конечно же, Ассанжа это вам не Сноуден. Эдвард Сноуден был все-таки, в отличие от Джулиана Ассанжа, кадровиком, кадровым агентом спецслужб. Идейно и духовно он был максимально близок к Владимиру Путину. Поэтому он его и защитил, выдал ему паспорт. В разведке есть негласное правило, если ты по каким-то причинам разругался с начальством, чтобы тебя не устранили, не посадили в тюрьму, иди к врага своего начальства. Как говорится, враг моего врага мой друг. Ну и поэтому, в отличие от Ассанжа, так уступил Сноуден. И сейчас на свободе. Ассанжа грубо затолкнули в грузовик, но уже без двойного дна, чтобы сначала пытать в спецтюрьме британской контрразведки Ми-5, ну а потом, чтобы его пытали в ЦРУ, ну и дальше там, не знаю, может переправят и в Гуантанаме. Ну и американцы, так как американское правосудие шьет Джулиану Ассанжу ну почти разглашение государственной тайны, хоть он не является гражданином США, но по сути американское правительство шьет ему измену Родины, Тоск, Ассанжу ничего хорошего в США, понятное дело, не грозит. Смертная казнь путем введения трех инъекций, а может даже электрический стол в Техасе. И, скорее всего, смертный приговор проведут в исполнении на День независимости США, то есть 4 июля. Америкосы же любят всякие там шоу, и это будет мощнейший урок тем, кто думает, что если вы против США, но не агент их спецслужб, то Россия вам поможет. Ответ? Нет, не поможет. Сдаст вас с потрохами. Россия не будет никогда при Путине помогать просто людинам, даже от лап своего врага. Россия при Путине не всегда будет помогать олигархам по типу и складу ума, как Трамп, либо действительно кадровым гибистам врага, которые, так сказать, переметнулись, встали на путь предательства США, но не простым гражданам своих стран. Довольно Тереза Мэй тем, что удалось арестовать Ассанжа, огорчена пропагандистка Маргарита Симонян, реакцию, подлинную реакцию Путина на арест Ассанжа мы не узнаем, но надеюсь, что Джулиан Ассанж, как и его тезка, король Джулиан из Магдагаскара выкарабкается из этой непростой и опасной ситуации, как для его жизни, так и для его здоровья. Ну и российская кровавая гобня вновь подтвердила свой кровавый статус. Не профессионалов-разведчиков, диверсантов, а статус кровавой гобни, которая гробит своих сторонников по всему миру, как она сгубила Ассанжа. Реальность такова. Да, Путин проводит антиамериканскую политику, но по этой идеологии не может делать реальных антиамериканских дел, таких как освободить Ассанжа. Почему? Ответ очень простой. Казалось бы, участвуем в Сирии, казалось бы, в Венесуэле участвуем, но, но. Если бы реально. То есть, Путин и рад бы выступать против США, но реальный урон, он и его шайка-лейка нанести америкосам не могут. И поэтому Ассанж в крестах. Ну, правда, не в питерских. В Тюмени во время спецслужбы ликвидировали боевиков. В городе ввели режим контртеррористической операции. В Тюмени прошла громкая спецоперация ФСБ по задержанию игиловцев. Настолько громкая, что все улицы города на 10 минут заполнились машинами с мигалками в 10 часов вечера. Знаете, тюменцы, теперь в ваши края пришли террористы, с которыми 20 лет безуспешно борется Владимир Путин с кровавой лубянковской грибней. Так, скоро террористы и до Кремля дойдут. Вот это будет поворот. Флаг игил, который настолько запрещен в России, что юным подросткам России даже дрочить запрещено, когда в СМИ появляется упоминание про игил. Так вот, этот флаг этого самого игил может быть вывешен над Кремлем. Разум, что игиловцы беспрепятственно из Сирии, где Россия безуспешно борется типа с террористами, а на самом деле с врагами Башара Асада, смогли проникнуть в самое географическое сердце России, в Сибирь, в частности в Тюмень. Пусть успешная спецоперация ФСБ в данном случае вас не смущает, ибо, со слов президента Ассоциации ветеранов спецслужб России Валерия Малёванного, ФСБ узнала о спящей ячейке игил в самый последний момент, где-то за час до проведения ими теракта. То есть чекистам тупо повезло. Это не профессионализм, это просто фарт. А в следующий раз его не будет, и тогда будет большой бум-бум-бум-бум-бум, и дома будут складываться как спички, как в Магнитогорске. Жилой, да, как он... Типа из-за взрыва бытового газа. Устроенного, правда, не простыми жильцами, а махмудами с фараджами, которые за сутки будут снимать квартиру в доме. Так что, что называется, война, вопреки заявлениям Путина о победе над ИГИЛ, война с ИГИЛ пришла к вам в гости, дорогие тюменцы и в целом, дорогие сибирцы. Такую победу над ИГИЛ и врагу не пожелаю здесь. Думайтесь, только в отдельно взятый район Тюмени, район Маяка, чекисты ввели сразу 13 бронетранспортеров. Не КАМАЗов, не КАМАЗов, а бронетранспортеров. И как всегда, прикрываясь живыми кварталами в центре сибирского города, чекисты, эта кровавая гобня устроила тир. Херачи террористов из огнеметов били с бетров и т.д. и т.п. Три дома загорелось. Чуть ли в тюрьме не вели танковые войска. А уничтоженных террористов оказалось, внимание, сгульки нос. Всего-то двое человек, т.е. вы думаете, да, двое террористов против 13 бронетранспортеров, и они целый час отстреливались. Ну разве это профессионализм? Вот она, безопасность по-путински. Полное, капитальное ее отсутствие. С полной опасностью для достаточно крупного города. Да, некоторых жителей чекисты эвакуировали. Например, в лицее номер 34. Однако, оставив пустые квартиры граждан, которых чекисты поклялись защищать, на самом, они отдали на откуп мародеров. А в лицее люди были вынуждены лежать на холодных матрасах, теряя здоровье. И таким образом, от спецопераций ФСБ пострадало больше людей, чем от рук террористов, как всегда бывает в России, а особенно при Владимире Путине. Чекисты даже в суматохе в темноте умудрились со слов одной из женщин прицельно стрелять, внимание, по детской коляске, перепутав ее с рюкзаком террористов. Что ж, профессионализм, в кавычках, зашкаливает. Безопасность на высшем уровне. Ладно, хоть по коляске не попали. Наши права охренительные, а не охранительные органы. И потом им удалось отчитаться, что никто не пострадал от пуль и снарядов во время проведения спецоперации в Тюмени. Которой могло бы не быть, если бы чекисты признали, что еще в одном городе Сибири, Магнитогорске, был не взрыв бытового газа, а теракт, давая понять террористам, что теперь они знают их тактику. Но вместо этого, Лубенко нагло и цинично скрыла удачный теракт со стороны ИГИЛ, конечно же. В Магнитогорске давая понять, что чекисты не против еще одного раунда противостояния с ИГИЛовцами. Для укрепления путинской власти. И что чекисты не против бойни еще в одном сибирском городе. А иначе честно бы признались, что был теракт на Магнитогорске. И таких городов, где чекисты устраивают тир с террористами, становится в России все больше и больше. Ведь когда была Вторая Чеченская война, были теракты в Москве и в Питере, но не в Сибири. Но когда Путин влез в Сирию и 150 раз заявил о победе российских войск, там ИГИЛовцы постучали в сибирские двери мирных граждан. Потому что кое-кто в Кремле неправильно оценил силы и способности армии, где до сих пор все держится на труде рабов-срочников. Был и еще веский повод провести такую громкую, а не тихую спецоперацию в Сибири. Дело в том, что за час до бойни со стороны ФСБ в Тюмени в СМИ просочилась информация о том, что Путин в месяц получает зарплату 8 миллионов рублей. А вовсе не какие-то 350 тысяч рублей, о чем его верный оруженосец Песков заявлял постоянно. 8 миллионов рублей в месяц. В то время как сын и россиянин получают зарплату где-то 18 тысяч рублей. Да и то это считается успехом. Так вот, чтобы народ не задался вопросом о жадности и коррумпированности нашего царя, в первую очередь именно царя, а не президента, диктатора земли русской была проведена с максимальной помпой, а не в тихую, это спецоперация, чтобы показать народу, что Вовка царь без дела не сидит и не зря ему платят из госбюджета 8 миллионов рублей в месяц. Вот такая вот спецоперация чекистов, которые устроили бойню с террористами прямо в центре города. Статья не то, что уж прям сенсация века, но тем не менее всегда интересны реальные цифры реальных зарплат людей, которые в лучшем случае ничего не делают, а в худшем случае делают преступления и просто гадят на страну. Кто у нас гадят на страну правильно? Губернаторы. В Челябинской области обсуждают пенсию экс-губернатора Бориса Дубровского, который не стал, по примеру, Пушкинского Дубровского сжигать свою дачу, а наоборот, свои дачи в разных элитных местах стал приумножать. Итак, сначала у Дубровского в декларации был записан 360 миллионов годовой доход с края. Не в казну, себе в карман, а на момент его отставки, его богатство уменьшилось до 60 миллионов рублей. То есть, будучи богатым человеком на посту губернатора, он прогорел и очень сильно. Но самое интересное, откуда у него такие деньги? Внимание, черным по белому. В статье «Аргументы и факты» написано, что озолочение господина Дубровского, бывшего губернатора Челябинской области, происходило именно в тот момент, когда он был губернатором Челябинска. Озолочение Дубровского проходило от его же коммерческих структур, которые, понятно, что в бытность его губернатора получали все заказы от правительства области и самого Дубровского, который владел различными фирмами и компаниями Челябинска. Как минимум, это конфликт интересов. Как максимум, это взятки и откаты. Но его терпели и дотерпели даже до выхода на пенсию. Наверное, да не наверное, а точно, потому что делился своими деньгами с местными и с московскими чекистами. И, кстати говоря, отнимите, значит, вот это вот, сколько там у него было сначала, 350 миллионов, да, когда он стал губернатором, и сейчас у него 60 миллионов. Вот отнимите 350 миллионов от 60 миллионов, и мы получаем, значит, взятку в губянке за то, чтобы Дубовский за откаты не сел в тюрьму. Вот так вот, да. Простое расследование простых людей. По стопам Алексея Навального, что называется. Но возмущает людей даже не это, не барыги-ворюги-губернаторы, как мой в Самаре Дмитрий Азаров, а то, что эти люди по типу Дубовского получают пенсию в виде 167 тысяч рублей ежемесячно. Плюс к этому Дубовский получил так называемый золотой парашют к выходу на пенсию в виде ежемесячной выплаты в размере 2 миллионов рублей 500 тысяч. То есть в сумме это почти 3 миллиона рублей. Столько вы будете смеяться, составляет пенсия в России. Но для кого надо? Для губернаторов и чиновников, а не для вас. Но особенно то, что меня по-хорошему воодушевляет на борьбу с этими продажными тварями, которые именуют себя гордо, с издевкой над простыми людьми власть, это то, что помимо 2 миллионов рублей ежемесячной пенсии, губернатор Дубровский вышел на пенсию в возрасте 60 лет, а не по новой реформе в возрасте 60-50 лет. Мдаааа, в русском королевстве не то что прогнило, а воняет дерьмом на полную катушку. Дерьмом колоссового неравенства. Саньем несправедливой жизни. Понятно, что золотой парашют Дубровского, это лишь всего капля в море расходов бюджетных средств на губернаторские пенсии. И так людей собирают налоги. Часть этих налогов идет не на дороги, не на инфраструктуру, а на достойной пенсии достойных, в кавычках, людей, которые отличаются от пенсий обычных граждан даже не в разы, в десятки тысяч раз. Кстати, по декларации некоторых уральских и сибирских чиновников у них пенсия 25 тысяч рублей. Ну да, конечно, конечно. Минимум 350, максимум по 2 миллиона рублей в месяц получают. И все это из-за ваших денег. А вот журналисты АИФ говорят, что пенсия... Да, я уже сказал, что журналисты АИФ провели расследование, и на самом деле пенсия у сибирских губернаторов не 25 тысяч рублей, ну, бывших, понятно, а 200 тысяч рублей. То есть вы чувствуете разницу, да? 25 тысяч рублей получает простой сибиряк, и то навряд ли. И 200 тысяч рублей получаются всякие там дубровские. Бедные пенсионерки и пенсионеры вынуждены получать и то по 10 тысяч рублей из-за того, что экс-губернатор Вячеслав Шпрот, например, губернатор Хабаровского края получал, да и получает пенсию в размере 2 миллионов рублей, почти как губернатор Челябинской области. Зарплата губернатора в отставке составляет 500 тысяч рублей. Надбавка к пенсии за выплату лет у Шпрота, ученика Хорошавина, составляет почти 400 тысяч рублей. Итого, пенсию спота у губернатора Хабаровского края под почти 90 тысяч рублей. А мы с вами знаем прекрасно, что люди просто варят нахер из Дальнего Востока, просто потому что там цены высокие, зарплаты низкие. Ну, может быть, на Камчатке чуть получше, но в целом в Приморском крае именно так. Ну, и теперь же понятно, да, вот это финансирование. Есть целое министерство по развитию Дальнего Востока. И понятно, кому он отчисляет бабло. Да, на развитие Дальнего Востока. Но губернатор, плохо тот губернатор, который не залезет вот эти вот финансовые потоки себе в край и не что-то стынет в карман. Ну, и дальше просто по цифрам. Экс-президент Татарстана Шаймиев получает пенсию в размере 300 тысяч рублей с отбавкой почти под внимание 5 миллионов рублей. Экс-губернатор Кемеровской области, где детей заживо сожгли в торговом центре Зимняя Вишня и, скорее всего, умышленно, Туриев получает 400 тысяч рублей. Экс-голова моей родной Самарской области, господин Мордвин Меркушкин, который в Самаре все разграбил подчистую, получает в месяц скромную пенсию в размере 130 тысяч рублей. Итого, вывод... Итого, вывод. Губернаторы идут, губернаторами в России становятся только для того, чтобы богатеть, а не для развития своего субъекта. Чтобы этого не было, достаточно принять один федеральный закон, по которому зарплата и, соответственно, пенсия губернатора должна равняться хотя бы средней зарплате в своем крае. И средней не с точки зрения своих социологических случаев, где, понятно, там цифры подкручивают, а с точки зрения, например, федеральных каких-нибудь, ну, типа Росстата, ну, грубо говоря, Росстат, у тебя среднюю пенсию в твоей губернии насчитал 20 тысяч рублей, и все, и получаешь 20 тысяч рублей, и ни копейки больше. Но такого законопроекта не будет очень еще много лет, Потому что депутаты тоже, твари еще те, конечно же, депутатам самим невыгодно своим коллегам по тронжиру госсредств вставлять палки в колеса. Все мы прекрасно понимаем, что черная икра в депутатской столовой стоит 23 рубля, а на самом деле для остальных граждан она стоит положенные 7 тысяч рублей. А это мы знаем из публикации господина Хинштейна. Ну и во-вторых, все, то есть, даже неравенство стоит не в зарплатах и пенсиях между чиновниками и простыми людьми, а даже в ценах в правительственных столовках. И это все награда за лояльность к Кремлю. И не более того, и вот когда Путин говорил, что денег больше на пенсию для 60-летних нет, и он вынужден поднять пенсионный возраст, он не договорил, что да, денег действительно нет, но в первую очередь на завышенные пенсии для губернаторов, и поэтому для простых людей мы, власть, вынуждена поднять планку молодости с 60 до 65 лет. Ну разве это не сволочи, губернаторы вместе с российским царем? Да еще какие! Кстати, не бедствуют и мэры городов России. Они получают пенсию по 100 тысяч рублей. Причем, ладно бы развивали свою территорию, а нет. Только стригут деньги с граждан, ибо нет мотивации. Все равно получают под миллионы пенсию, даже если сильно наказательствуют у себя в области или в городе. Не то, что Сталина на них нет. Даже трубки Сталина на них нет. На этих подонков губернаторов, на этих путах земли русской. Вот такие вот реальные цифры, сколько получают зарплаты и пенсии губернаторы России. В том числе и в Сибирском федеральном округе в основном. Ну я это самое по деньгам, да, а тут же у них есть еще имущество, О, дачи, элитные коттеджи. И все за... И все, ладно бы, блин, эти коттеджи им давали за эффективную работу. Так ведь нет. Либо сами на эти коттеджи наворуют из бюджета, либо дарят им федеральная власть за то, чтобы они молчали. То есть подавляли инакомыслие у себя в регионе в основном. Значит, идем дальше. Ну вновь так уж получилось на этой неделе о деньгах. В основном о деньгах говорю. Что уж поделать. Вокруг предстоящего концерта Аллы Пугачевой, а на момент выхода этой передачи он, скорее всего, уже состоится, разгорелся нешуточный скандал. Новость не первой свежести, но мы помним, что месть всегда подается холодной. И у аналитики нет временных работ. Есть повод эту новость обсудить. Алле Борисовне стукнуло 70 лет. Но у меня не светская, а политическая программа. И скандал с Аллой Борисовной напрямую связан с большой политикой. Итак, 17 апреля 2019 года состоится, точнее уже состоялся, концерт к 70-летию Примадонны в Кремле. Согласно информации СМИ, Примадонна за концерт в Кремле запросила 40 миллионов рублей. Да уж, редкие люди могут с Кремля чего-то требовать. Алла Борисовна может. Организатором концерта в Кремле является фирма вертолеты России, которая возглавляется человеком, который нажился на российской оборонке, в свое время мебельщиком, как его прозвали сами военные, господином Сердюковым. Да, да, его не закрыли в тюрьму, его не выкинули из государственного управления. Он вновь возглавляет государственную корпорацию, государственную в первую очередь вертолеты России. То есть он наворовал там миллиарды из Министерства обороны вместе со своей, это самое, я уже забыл, как ее зовут, который там картины пишет. А его не то, чтобы просто там, не то, чтобы там арестовали, не просто, чтобы там выкинули из государственных компаний, фирм, ведомств, а ему поручили вновь возглавить государственную компанию вертолета России. Это вот у нас, знаете как, человек там поджигает леса, а его назначили главным пожарным. Вот это равносильно этому. Так вот, значит, вертолеты России, которые управляют все Рудюковым, является организатором концерта Аллы Борисовны в Кремле, за которую она запросила и уже, наверное, получила 40 миллионов рублей. Но ясное дело, что это не деньги государственной компании вертолеты России, это деньги бюджета Российской Федерации. На то она и госкомпания, а не частная. И вот, конечно, возмущений просто нет предела. Новых вертолетов компании вертолета России сгульки нос. Да, и то они постоянно, то там, то здесь падают. Что, в свою очередь, год назад даже вынудило высшее руководство России и отменить полеты на 9 мая. А 40 лямов на концерт Примадонны есть. И это тоже не из кармана Ростеха, кому принадлежат вертолеты России, а из бюджетных средств, которые данные компании типа Ростеха и вертолеты России просто транжирят, транжирят Сюрдюков. Вы вдумайтесь, Сюрдюков. У меня просто возмущений нет. Украл миллиарды из министерства. А вы миллиарды украл, да? И все равно возглавляет государственную компанию. Это не просто коррупция. Это, мать его, разъедолбайство попонный. На выступление артистки за 40 лямов бюджетных средств отреагировал известный критик Сергей Соседов, который, конечно же, профессионал в своей деятельности. Вот его цитата. Али Борисовне надо вначале проработать как простой народ за символическую плату 9 часов в день, а затем устраивать концерты на 40 миллионов рублей государственных средств. В Туре Соседову некто-блогер Лена Миро. Зачем устраивать пир во время чумы? Написала Лера. По мнению... Мы вернемся к мнению уважаемого, реально уважаемого человека в своей области Сергея Соседова. В 70 лет Алла Борисовна, он пишет, больше не имеет права называться певицей, потому что вокальные данные у нее уже не те. И новых песен нет. Алла Борисовна в свои 70 лет не обрела ни мудрости, ни доброты. Это мнение уважаемого человека, профессионала в своей области. Ну а в деле с концертом Примадонны была вынуждена даже вмешаться государственная дума... Ой, то есть государственная дура Российской Федерации в лице депутата Вадима Матюхина, который ответил Соседову вот что. Да, Алла уже не та, что была раньше, но ее до сих пор любят миллионы поклонников, и ей не стыдно платить из госбюджета 40 миллионов рублей. На этом фоне зарплата, я видел в Яндексе, но я не стал эту новость подробно разбирать, на этом фоне зарплата внука какого-то мэра под 40 тысяч рублей, ну просто меркнет по сравнению с 40 лимонов из госбюджета ни за что Алле Борисовне на свой концерт. А депутату интересно. Ему не стыдно за вертолеты России, которые не летают над Кремлем на праздники? Почему-то. Депутату не стыдно за бабушек, которые кушают баланду в России на 10 тысяч рублей? Что ж не стыдно депутату отмывать деньги через концерты погасших звезд, пусть даже и такой величины, как Алла Борисовна. Меня вообще удивило. Биллиард из оборонки вывел Сюрдюков, и он все равно еще в военной и окловоенной сфере. Ну да, вы слышали мои возмущения? Как так? Вот за это в первую очередь депутату должно быть стыдно. За то, что не могли коррупционеров и взяточников наказать, как следует, по всей торгости закона. А вместо Сюрдюкова отправили отбивать наказание ее, его любовницу. Что же касается самого концерта, то я помню многочисленные заявления Примадонны, что она больше никогда не выйдет на сцену. Тут-то она с Путиным похожа. Он 150 раз говорит про победу над ИГИЛ, и она 150 раз говорит про последний концерт. Ну что ж, ой, для Кремля лишь пой. Примадонна с праздником, с юбилеем Аллы Борисовны. Алла Борисовна всегда была человеком, который в первую очередь обслуживал элиты, даже не то чтобы элиты, а вообще партию власти в СССР и сейчас Единую Россию. Алла Борисовна. И еще, ну тут это самое, тут я критикую Аллу Борисовну, но не то, что я ее хочу похвалить, но в общем, хочу ее немножко от обвинения в том, что она там в свое время поддерживала Михаила Прохорова, немножко ее защитить от этих обвинений. Ребят, Россия, вы удивитесь, свободная страна, кого хочет, пусть Алла Борисовна того и поддерживает. Но явно это был просчет с ее стороны, потому что, потому что в нашей стране звезды такой величины, как Алла Борисовна, может поддерживать только одного человека, из ленинградского ВЧК. Ну и я знаю, я это много раз вспоминал, наверное, в своей программе. Ну а еще раз вспомню, помните, да, поединок у Соловьева Жириновский шикарно сказал, молодец Владимир Вольфович, Алла Борисовна, вы проститутка. С праздником Аллы Борисовна, с юбилеем. 70 лет, как никогда исполнилось. 70 лет в обед. Ну и то, чего вы ждете, вы ждете хорошей драки. И она была на НТВ. После нацистского приветствия в эфире НТВ вновь была драка. Вот времена настали. Деды воевали лишь за то, что в открытую можно на российском ТВ кричать «Ха!» нацистское приветствие. «Хай, Гитлер!» И ничего тебе за это не будет. Ну, максимум, рылый, ну, максимум, кулак врылый. Да и то, наверное. Потому что это часть пропаганды России против Украины. Вообще, русские люди на ТВ экранах настолько ущербны по уму, настолько пропитаны ненавистью, что сразу чуть что набрасываются в ток-шоу на своих оппонентах. Из-за этого даже НТВ пришлось отстранить пропагандиста Андрея Норкина от эфира, который руки распускал на украинских гостей, сказав в НТВ, что он болен, Норкин. Больно все телевидение России такими передачами, как «Место встречи», в которых теперь до поры до времени новый ведущий сопля на носу, как пишут про него тролли господина Пригожина, пропагандист Иван Трушкин, который поддержал реноме пропагандиста Норкина и выявил из студии украинского писателя Сергея Лойко из нацистского приветствия в студии НТВ, который тот отдал в шутку прокремлевским экспертам в ответ на то, что они вновь заявили, что Украина это фашистское государство. Ну и понеслось. Особо ряно на повышенных тонах с Лойко разговаривал единоросс, пидорос Михаил Маркелов, которому давно пора Соломону стучать по лысой башке за то, что будучи журналистом до партийной карьеры выступал за уничтожение свободы слова в России и особенно по теме Великой Отечественной войны и по теме Второй мировой войны. Господин Лойко повел себя унизительно, но кто больше достоин унижения человек, который вскидывает руки вверх и кричит или человек, который в статусе единоросса Маркелова обслуживает абсолютно нацистскую власть России, нетерпимую к альтернативным особым мнениям граждан и гостей нашей страны. В этом плане те, кто реально воевал в годы спокойно отнеслись бы к нацистскому приветствию до войны, особенно во время войны по-тихому, может и по-громному уничтожили бы нацистов, ну а после войны снимали фильмы, где полным-полно было бы и нацистского приветствия, и фашистские атрибутики, и это не скрывалось и не затушировалось, а тут вот это нацистское приветствие запикали. Ну, ребят, если вы уж показываете, что какие украинские, какие украинцы все фашисты и бандеровцы, то не надо запикать нацистское приветствие Сергея Лойко, пусть люди видят, а то получается запикали, типа нельзя, но типа можно, так что можно, вот да, можно, деды воевали за это, за то, что в эфире НТВ, в эфире других телеканалов спокойно можно было сиговать направо и налево. ну, да, особо рьяно, конечно, кулаками в программе места встречи махал маркелов, по формуле деды воевали, а я, что хуже, ну, так деды воевали, не ты ж, Михаил Юрьевич, ты спокойно сидел депутатом Госдумы и в Чеченскую кампанию, и сейчас в Сирийскую, вообще фашизм надо показывать, как он есть, ничего не надо ни запикывать, ни тем более закрашивать свастику. Ну, ну, нет, конечно, надо, ну, нет, надо все запрещать, а потом из-за этого устраивать срач и массовую драку в эфире федерального канала, чтобы множились ряды реальных фашистов, и в первую очередь не на Украине, а в России, а в Украине тем временем сегодня может победить Еврей Зеленский, и это будет крахом кремлевской пропаганды о том, что все украинцы фашисты. Российская ТВ полностью одичала, там уже в прайм-тайм давно нет программы про науку и технику, которые скоммуниздили такие, как Рогозин, а есть только политический ток-шоу, где люди орут друг на друга и вскидывают руки вверх, демонстрируя деградацию умов России и повальное пьянство. Трушкин хочет попросить генпрокуратуру разобраться с якобы фашистом Лойко. Накажет ли Лойко прокуратура большой вопрос делать ей как будто больше нечего. Но это высказывание Трушкина натолкнуло меня на мысль, что скоро в российских политических ток-шоу мы будем Нобрый Утарь, как украинских гостей сразу увозят на казнь около колокольни Ивана Великого. А что, почему бы и нет? Вот такие вот передачи заказывает наша власть для оттупления умов, для деградации умов российских граждан, которые все еще в век технологического прогресса смотрят не интернет, а телевизор. Ну, и я думаю, что Сергею Лойко в плане уголовного преследования ничего не светит. Ведь был случай в другой пропагандистской передаче 60 минут, где нагозван за то, что он сказал Крым это Украина была, есть и будет. С этой формулировкой я полностью его поддерживаю. То там в 60 минутах его оппонент забыл фамилию, сказал, что он напишет донос в ФСБ. Он действительно, этот оппонент Гозману написал донос в ФСБ, но ФСБ, к счастью, в этот раз не подтвердило свое реноме кровавой габани, потому что Гозман это вам не взорванная маршрутка в Магнитогорске и не тир в Тюмени с террористами или где там спецоперация была в Тюмени, да. Сейчас посмотрим, сколько у нас есть время. О! Ну и рубрика личные новости. Значит, личные новости такие. Во-первых, личные новости имеются в виду как городские в городе, где я живу в Самаре, так и личного характера. Так вот, городские новости, значит, стали известны данные по мусорной реформе. Самарская область меньше всех платит по новому тарифу за вывозь мусора. То есть, всего 5% граждан населения Самарской области платят по новому тарифу, вообще платят за мусор. Молодцы граждане! Так их эта власть, этого прощавого губернатора Зарова. Ну и новости личного характера. Короче, отец вернулся из Крыма и устроил мне темную, потому что он ватник и поддерживает Россию. Но каково было мое удивление, когда он в Крыму купил себе Samsung Galaxy G4. Да, может, это не свежая модель, но тем не менее, тем не менее, санкции, к сожалению, плохо действует на Крым. Увы, вот такая вот получилась неделя в политике, друзья. пока.